Всем привет! С вами канал Artmania. У меня такой творческий беспорядок на столе. Свой стол, по-моему, я вам впервые показываю. Сегодня я решила рисовать. Посмотрела погоду. На улице опять ветреная. Я подумала, не дай бог, я упаду. Пусть скользнусь, да меня еще и ветром снесет. Решила не идти никуда. Решила рисовать. Сначала долго выбирала на компьютере. Что же мне нарисовать? Хотела гуашью. Не нашла. Решила акварелью. У меня сейчас тут сохнет рисунок. Он выйдет, наверное, где-то рядом. Там вместе с этим роликом. Не знаю, где он там выйдет. У меня тут акварелька. Водичка, кисточки. Там всякие безобразия. Стол весь завален. Мне это очень не нравится. Тут куча всего у меня. Мои работы лежат. Решила я их повесить на стену вот сюда. Стену я помыла. Смотрите, тут блестеть стало. То есть, она вообще не блестела. Грязная была. А мыть ее начала. Ощущение было, как будто на ней какой-то мыльный раствор остался. Как будто ее кто-то мыл. Хотя, конечно, здесь вот они. Подтеки какие-то видны. Не знаю, шампанское может открывали соседи. Предыдущие. А здесь вот мои работы. Такие вот. Я хочу их повесить на стену. Вложить, вернее, в файл. И на стену все это. Не знаю, на самом деле у меня эта задумка уже давно. Ну, уже больше года, наверное. Но никак. Никак не доходило. Там, кстати, для елки вон все лежит. Тут цветок. Кстати, через камеру круто смотрится. Какая, смотрите. Налила воду. Никогда не замечала. Налила холодную воду. Это у меня мыльная основа. Я здесь в баночке замачиваю мыло. И мою полы этим. Пытаюсь таким образом избавиться от маленьких кусочков мыла. Ну и, в принципе, мне нравится. Как дезинфекция может быть какого-то рода. Блин, она там так клево. Такие там какие-то козявки. Залезла я в шкаф наш. Поскольку у нас еще ремонт продолжается. Естественно, у нас есть старые обои. Это у меня вафельница старая. Там вот клей для обоев. Вот такое вот все. Я вдруг подумала, что мне нужна коробка какая-то в этом шкафу. Чтобы складывать консервы. Ну, консервы мои. Консервы на ананасы, например. Чтобы они стояли не где-то там в холодильнике. Там занимали место. А там не на кухне. А чтобы они были в какой-то коробке. И вот я залезла. Думаю, что бы отсюда вынуть. И вспомнила разговор свекрови. Она мне сказала как-то раз. Ну, Наташа взяла бы ты это все просто. Отнесла на помойку и все. Я ей сказала, что сейчас продолжается ремонт. Говорю, я не могу просто взять это и выкинуть. Потому что это пригодится. Какие-то вот кусочки обоев. Дима часто отрывает. Этими кусочками подклеивает. Мы сейчас ждем пока Дима немножечко подрастет. Когда он перестанет отрывать обои. Чтобы тогда уже либо поклеить обои нормально. Либо вот сейчас пока заклеиваем маленькие дырочки. Что-то тут посмотрю лежит. А, блин. Второй. Я думала я его съела уже. Бау, сломался даже. Второй это мне подарили. Я их наверное на елку. Под елку или на елку буду вешать. Вот. То есть тут клей получается он вообще абсолютно новый. Ну, как я его выкину. Здесь получаются новые. Эти вот неправильно купили. Когда двери ставили. Мы ставили двери. Мы только две двери поставили. Короче, не знаю. Здесь какие-то неправильные. Нужна была там левая и правая. Мы купили только две левые. Хотя не знаю, куда мы ставили двери. Здесь двери у них вообще совсем другие, кстати. Эти штуки. Вот они. Ну, вообще совершенно другая. Она такая интересная конструкция. Необычная. И внизу точно такая же. Ну, это не знаю. Наверное. Наверное, еще может быть с той квартиры. Вот. То есть тут тоже вот. Там, ну ладно, это стоит там. Здесь у нас елочные игрушки. Ну, тоже вот всякие вот кусочки. А, скажите. Это кусок обоины, который Дима вот тут оторвал обои. Полы мылые. Вот. Обои оторвал. Вот она. Я кусок положила сюда. Думаю, надо заклеить в коридоре. Потому что еще неизвестно, когда будет ремонт. Это будет кошмар. Ну, там ковшик. Он иногда пригождается. Его просто некуда положить. И тут вот всякие пила. Ну, это вот у свекры. У него вот так вот всегда разбросаны. Я первое время, помню, все убирала, собирала, собирала. Чтобы было все чисто, аккуратно. Я не люблю, когда так. Нет. Он всякие там может и кисточку, допустим, покрасить кисточкой. Там что-то там краской, допустим, белой покрасить. Эту кисточку положить. Просто она высыхает. И он ее просто убирает сюда. И якобы она ему потом пригодится. Хотя потом ее не расчешешь, с ней уже ничего не сделаешь. То есть вот такие вот вообще их полно. Что-то такое лежит, не знаю. Провода какие-то вот, блин. Не знаю. Там лежит. Откуда это все вообще набрато, непонятно. Тут вот эти. Тут непонятно, что такое. Какое-то что-то. Там вот за этой коробкой вообще что-то куча проводов каких-то лежа скрученных, я помню. Еще что-то там лежит. Здесь у нас лежит матрас. Это надувной. Периодически нужен. По-моему, даже полуторка спальня. Не знаю, зачем такую огромную купили. Раньше его с мужем носили на пляж. Потом сейчас перестали. Может еще пригодится. Здесь маска. Здесь кувшин. Здесь уже такое бытовое. Там у меня коробка с соковыжималкой для апельсинов. Здесь вот тоже вот его коробка с инструментами. Плинтус. Кусок маленький плинтуса. Я не знаю, зачем он его оставил. В надежде, что он пригодится. Но, блин, вот он ремонт. Он дальше продолжается. Тут даже оторвалось что-то почему-то. То есть он продолжается. И, соответственно, не выбрасываем. Ну и здесь уже пошли мои. Здесь у меня сушилочка. Сапоги их нужно продать. Я так купила. Один раз, по-моему, вышла. Они очень удобные. Но у них вот здесь вот они белые. Мех вот этот когда-то был моден. Как раз я когда-то покупала. Вот они белые. Не знаю, почему я в них не хожу. Мне этот мех что-то разонравился. Какой-то торчит в разные стороны. Но вот этот вот каблук прям вообще такой очень-очень удобный. Где-то сантиметров 7-8, может побольше. Вот, не знаю, короче, надо отдать или продать их. Потому что я чувствую, ходить я не буду. А вентилятор там лежит еще. Видите, у меня кроссовки. И, кстати, куртка моя старая. Вот я сейчас стою, думаю, надо это попросить мужа, чтобы он меня софотографировал старые куртки, чтобы ее тоже продать. Вот это вот надо сфоткаться. Вот, и что там я... Вот эту куртку, наверное, я тоже буду продавать. Потому что я уже ходить не буду, я не хочу в ней ходить. Даже где-то здесь испачкалась. Короче, то, что я вот эту вот куртку покупала, я вам помните говорила, якобы она зимняя-зимняя. Блин, вот тут вот в рукавах реально очень сильно продувает и очень холодно. Не знаю, на рукавах. Она точно не зимняя. Почему? Я не знаю, подумала, что она зимняя. Скорее всего, вот из-за этих вот штучек. То, что как подъемник, который вот он застегивается, якобы. И вот из-за этого штучки, хотя это просто типа картинка. Блин, он мог сказать, что это просто картинка. Я спросила еще, говорю, это как Коламбия, что ли? У них же тоже что-то такое. Я никогда не трогала Коламбию, я только видела и все. И какая там должна быть подкладка, я даже не знаю. Не знаю, что потом я уже вспомнила, что какие-то вставки, что ли там должны быть. А тут вот вообще она просто очень тоненькая, очень. И потом, как выяснилось, я была бирком. Это, кстати, канада. Это даже не синтепон или что там подкладывают. А это просто гусиный пух. То есть стирать ее, если я ее постираю, естественно, скорее всего, он собьется где-то там внутри и все. Вот, то есть стирать нельзя. Блин, он этого не сказал даже. Не знаю, мне настолько понравилась подкладка, я подумала, что в ней будет реально в минус 30 будет тепло, что я ее купила. Сейчас немножко мне даже огорчительно. Она тонкая. Здесь вот моя старая зимняя. Я еще покупала ее во время беременности. Она мне очень большая. Просто зимой во время беременности прятал свой живот в ней. Она потолще, конечно, гораздо потолще. Она теплая, все супер. Но, блин, я в ней смотрюсь как бочка. Я не хочу. На самом деле, я купила другую уже куртку. Как зима будет, наверное, я ее достану и потом вам покажу. Вот. Здесь вот тоже есть зимняя куртка лежит. Вот. Ну, там, кстати, она белая. Хорошенькая. Но я не знаю, можно ее стирать или нет. Я так и забыла у мамы спросить. Ну, и тут внизу, кстати, лежат мои всякие эти. Всякие штучки. Тут таз, который я пытаюсь продать. Недавно, кстати, мне женщина писала. Ладно, сейчас попозже расскажу вам про этот таз. Здесь вот коробка. Здесь вот всякие документы от всей техники. Там всякие принадлежности лежат. Ее тяжело, кстати, тестовать оттуда. Вот. Тут вот бутылки. Еще бутылки с водой я здесь поставила для цветов. Здесь порошок Диммин. Кстати, в фикс прайсе покупала вот эти штучки. Здесь наш. Здесь вот Диммин кондиционер. Здесь наш. Кстати, вот этот мне очень-очень прям понравился. Аромат прям классный. Вот. Не знаю, зачем я еще купила там другой. Вот тот другой мне не очень понравился. Кто там у нас? Ваниль и цитрус. Да. Ваниль и цитрус. Мне не понравилось. А вот этот вот, по-моему, дикий гибискус и масло розы. Вот оно написано. То есть прям вот это вообще мне очень классно понравилось. Сейчас он начинает заканчиваться. Я что-то не могу нигде у нас найти по акции. Хочу купить. Потому что вот этот тут большой 2 литра почти. Там не 2 литра, чуть поменьше. Я за 100 рублей покупала в ленте. Вот. Ну что-то сейчас никак. Надо было в Черную пятницу. И там порошок Диммин порошок и мой персил. Там дальше коробка с этим коктейлем делать штучкой. Блендер, что ли. И всех что-то называю блендером. Даже вам провела обзор мы на нашего шкафа. Вот дверцы от старого шкафа. Предыдущие соседи оставили. Такие вот дверцы. Там тоже куча всего. Коробки. Старая духовка у нас была. Она на прошлой квартире. Вот я сейчас стою и думаю, надо это тоже мужа попросить будет. Чтобы он ее оттуда достал. Ее сфотографировать и продать.